О системе ЕГЭ я могу говорить часами, потому что я именно тот самый нормативно-правовой отдел Миноборнауки, через который закон о ЕГЭ проходил и возглавлял в нулевые годы. Поэтому все вот эти дискуссии, все вот эти споры и все малоприглядные подробности принятия этого закона, они, в общем-то, прошли через мои руки. Здесь нужно помнить о следующем, что когда мы разрабатывали закон о ЕГЭ, мы подразумевали, что ЕГЭ – это будет как одна из возможных форм отчетности учащихся. То есть мы ни в коем случае не планировали его сделать обязательным для всех. Вот в исключительных случаях, если, допустим, человеку с Чукотки дорого ехать в Москву поступать, или, допустим, если человек инвалид, и ему удобнее сдавать тесты в интерактивной форме, он не может сам приехать и так далее. Или, допустим, неимущая семья не может оплатить, скажем так, приезд в Москву и сопутствующие расходы. То есть вот эта форма, она должна была просто дополнить всю палитру существующих форм сдачи экзаменов. Конечно, мы подразумевали, что основной формой будет сдача экзаменов в традиционном виде. Но, к сожалению, почему-то концепция резко поменялась. То есть наш закон, мы уже передали его в Думу, его уже приняли в первом чтении, потом резко его вернули из Думы в администрацию президента, в правовое управление администрации, и там его переписали буквально с ног до головы так, что мы, в общем-то, свой законопроект не узнали. И правительство однозначно высказало, что это одна и обязательная форма сдачи экзаменов. Мы, во-первых, подразумевали, что у абитуриента будет право выбора, во-первых, дисциплины, по которым он сдаёт ЕГЭ, во-вторых, формы сдачи экзаменов. Сейчас этого ничего, естественно, нет. Сейчас это всё устанавливается министерством и управлением образования в регионах. Это приняло характер обязаловки, и совершенно понятно, что ни в творческих вузах, ни в вузах, связанных с силовыми структурами, ни в тех вузах, где нужны какие-то дополнительные испытания, творческие конкурсы и так далее, в ГИК, театральный институт и так далее. Естественно, ЕГЭ сдавать нельзя, поэтому этот закон, как Тришкин кафтан, его начали кроить, принимать к нему исключения и так далее. Многие регионы первые годы саботировали законы ЕГЭ, например, Москва. В 2007 году 7% москвичей только сдавало ЕГЭ от запланированного. Это был большой скандал, так сказать, на всю страну. Два вуза крупнейших, Московский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет, оговорили себе особые условия поначалу. Они не собирались и были совершенно в этом правы, не собирались принимать абитуриентов по результатам ЕГЭ. Но в конце концов, вот этот асфальтный каток нашего министерства, он додавил всех. Каким-то образом убедили Советы ректоров, каким-то образом уломали образовательное сообщество, а результат налицо. Самые высокие результаты ЕГЭ у нас в Якутии и в Дагестане. Все прекрасно понимают природу этих оценок. И, естественно, никакая коррупция от этого не исчезла, потому что главным аргументом было снижение коррупции емкости. Просто коррупция переехала с вузовского уровня на уровень школьный. Вот и весь результат. Поэтому у меня отношение к ЕГЭ в том виде, в котором он существует сейчас, резко отрицательное.